Что делать, когда мужчина манипулирует своей властью? Он всегда манипулирует своей властью. Делайте. Конечно. Знаете почему? Потому что в этом и заключается смысл женской жизни. Научиться подчиняться мужу. Когда вы начнете ему подчиняться, вы станете обладать им, а не он вами. Несправедливо, да. Вы подчинились ему. Что дальше произойдет? Вы пробовали хоть раз подчиниться честному мужу? Несправедливо, когда он себя ведет. Попробуйте. Вы увидите, что произойдет в это время. Вы, когда ему подчинитесь, у вас сердце станет очень сильным. В нем воцарится чувство собственного достоинства. Вы ему подчинитесь внешне. Он непосправедливо себя вел. Вы полностью смиренно подчинились ему. Но потом ваше сердце будет немножко от него в стороне, от этого человека. И он будет пытаться вас добиться. Вы можете даже ему ничего не говорить, если он не готов слушать. Но он поймет, почему ваше сердце подальше стало. И он будет думать, как дальше с вами себя вести. Поймите, женщину невозможно силком подчинить, если она достойный человек. Достойная женщина соглашается с мужчиной. Но так как женщина во много раз тверже мужчины внутри. Смотрите, как природа устроила. Мужчина делает вид крутого. Он такой весь крутой, он подчиняет себя женщину. Понимаете? То есть он крутой снаружи, а внутри он очень мягкий. У него психика очень мягкая и подвижная. Женщина делает вид такой, вся такая подчиненная. А внутри она как камень. Ее не изменишь. И поэтому женщина должна знать, что никогда ничего в семейной жизни не будет, как хочет муж. Потому что это невозможно. Посмотрите на свою судьбу. Вот что в вашей жизни произошло так, как хочет муж? Все происходит так, как вы хотите. Правда? Вот как мужчина себя дома ведет? Он приходит домой, начинает ссю-пусю. Это мужское поведение или нет? Нет, мужское поведение... На работе он сам собой, понимаете? А дома как он ведет? Как хочет жена. И причем как мужчина себя ведет дома? Так, как нравится жене. Он такие эмоции выражает, как жене нравится. Потому что он из нее извлекает счастье. Он так ссю-пусю раз, счастье пришло. Все, значит, все нормально. Еще ссю-пусю, еще счастье. Так что тогда вы думаете, что он манипулирует вами? Это вы ему манипулируете все время. И если он хоть немножко захотел власти, почему бы вам ее не дать ему? Чего вы такая жадная и скупая? Если так все по-вашему идет, ну сделайте хотя бы вид, что все по-мужскому. Это называется ведическая культура. Женщина знает, что она сильна снутри, и поэтому она не трогает мужчину. Она совсем согласная, но все равно все будет по ее. Кто уже с женщин пробовал так себя вести? Поднимите руку. Получается, нет? Работает безукоризненно. И проблем вообще никаких нет. Есть только одна проблема. Это тупость женская. Тупость. В чем она выражается? В том, чтобы мужчине делать все поперек. Как восстать против насилия?